А вы знаете, что Норвегия – страна номер один в мире с наибольшим количеством электромобилей на душу населения? Норвегия является абсолютным лидером и ушла далеко вперед по сравнению с другими странами. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня пятница утра, и я нахожусь в Рижском аэропорту, почти в аэропорту. Мы только что запарковали нашу автомашину, и сегодня мы летим проводить конец недели в Осло. Привет, друзья! Сегодня пятница утра, мы летим в Норвегию. Мы не знаем, будем ли мы в Осло или где-то еще, но мы сориентовали машину и будем путешествовать. Мы в Норвегии и идем забирать свою автомашину. В декабре 2021 года Норвегия стала первой страной, в которой 23 из каждых 100 легковых автомобилей – электромобили. В 2021 году почти 8 из 10 новых легковых автомобилей, проданных в Норвегии, были полностью электрическими. А если добавить все автомобили с батареями, так называемые гибриды, то цифра увеличится до 95%. Скандинавская страна стремится к тому, чтобы каждый новый автомобиль на дорогах был полностью электрическим к 2025 году. Мы летели в Норвегию на два дня и решили взять на прокат электромобиль, прокатиться по стране и узнать, как работает система. Нам предложили Polestar 2, о котором мы никогда раньше не слышали. Мы взяли автомашину и получили первую проблему. Вся информация на дисплеях была на норвежском языке. Пришлось подъехать к компании Avis, которая нам дала машину в аренду, и попросить сделать настройки на английском языке. Итак, поехали! В этом фильме мы едем из аэропорта Сентфёрд в направлении города Бергена, пересекая Норвегию поперёк. У нас 100% электрическая машина. Мы наслаждаемся поездкой. Это наш первый раз в Норвегии с Миком. И у нас более чем два полных дня и две ночи для того, чтобы немножко узнать о Норвегии. Друзья, родственники нам посоветовали не лететь, а ехать в сторону города Бергена. Мы вот только что сорендовали автомашину в фирме Avis и направляемся в направлении Бергена. Дороги качественные. Вот такие туннели повсюду на дороге. Мы проезжаем их. Пытаемся понять, как работают знаки. Но Норвегия вообще-то, конечно, горная страна. Но машина электрическая, то дисплей нам всё время показывает, сколько у нас зарядки на батарее. И через сколько километров будет следующая станция. Нам сказали, что автомашина заряжается на 80% в течение получаса. Норвегия очень богатая страна. Конечно, видно по качеству дорог и качеству автомашин. В Норвегии большой экспорт нефти. Как вы знаете, мы в Латвии тоже пользуемся. Мы пользовались норвежской нефтью. Мы едем в направлении города Бергена. Мы решили не проводить столько времени в столице, а посмотреть саму страну, потому что у нас времени немного. Два полных дня и две полных ночи. Норвегия известна как страна номер один в мире по электромашинам. И вот теперь едем в направлении города Бергена, потому что наши родственники Агнеса сказала нам, что это красивая дорога. Много всего интересного мы можем увидеть. Я думаю, что Норвегия будет лицена. Очень красивая, да. Дороги очень качественные по сравнению даже с Америкой. 110 км в час разрешенная скорость по этой дороге, по которой едем мы. Автомашина у нас вообще супер. Мы даже не можем понять, кто произвел эту автомашину. Но у нее всякие навороты. У этой автомашины 100% электрический электромобиль. И следующая наша стоянка или зарядка, рекомендуемая через 172 км или через 2,5 часа. И в этот момент наша машина все еще будет сохранять 39% от зарядки. Тем не менее, слышно, когда машина идет и не работает мотор. Но, по-моему, это шум колес. Едем по фривейу. Очень видны знаки. Хорошо ограничено шоссе. Большими, как вы видите, такими заборами. И разрушенные километры в 110 км в час. Очень яркие знаки. Машина у нас классная. Даже сиденья подогреваются. Температура воздуха не очень жаркая здесь. Сейчас довольно... Довольно прохладно. Где-то 17 градусов. Ну, прохладно по моим меркам, по латвийскому... После латвийского горячего лета. Делаем остановку в Circle K. И это знаменитая сеть. Она есть и в Америке, и в Латвии. И мы хотим чашечку кофе. А вот, кстати, и зарядка электромобилей. Может быть, мы можем подзарядить нашу автомашину тоже. Хотя нам до зарядки еще мы спокойно можем ехать 2 часа 20 минут. Вот тут мы на дисплее это все видим. Что еще 156 километров, 2 часа 21 минуты мы можем ехать до зарядки. Для поддержки сети из более чем 480 тысяч электромобилей, в настоящее время по всей Норвегии имеется почти 17 тысяч зарядных станций. В том числе более 3000 быстрых. И вам не нужно будет переезжать более чем 30 миль, чтобы найти ближайшую точку быстрой зарядки. Станции быстрой зарядки установлены на каждой главной дороге страны. Для сравнения, по состоянию на конец 2021 года в Соединенных Штатах насчитывалось 2 миллиона электромобилей и где-то 110 тысяч электрозаправок, из которых всего 6 тысяч станций быстрой зарядки электромобилей. В Латвии чуть более 2000 электромобилей и 420 электрозаправок. Норвежцы покупают разные электромобили. Конечно, в основном самые популярные и проверенные марки. Polestar – это новый самодостаточный бренд премиальных спортивных электрокаров. Отделившись от Volvo, компания Polestar превратилась в самостоятельный бренд. Выпустив свой первый гибридный спорткар, новоиспеченная марка быстро переключилась на производство электрокаров, выкатив на зеленое поле свою новинку Polestar 2, на котором мы и прокатились по Норвегии. Производство началось в марте 2020 года на заводе Luquau Super Factory в Луцяо в Китае. Электрический фастбэк Polestar 2, который мы взяли в аренду, это прежде всего электромобиль с высокими аэродинамическими характеристиками. Амбициозная мечта Polestar 2 – конкурировать с Tesla Model 3. Преимущество Polestar 2 в том, что этот электрический хэтчбэк комплектуется встроенными сервисами Google, включая Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Есть функция голосового управления и камера 360 градусов. С мобильным приложением Polestar Connect авто включается, как только водитель садится в электромобиль. Цена этого электромобиля – 60 тысяч долларов или евро. Основная фишка Polestar – это мощная трансмиссия. Емкость аккумулятора составляет 78 кВт в час, а максимальный запас хода – до 470 км. Polestar 2 разгоняется до 100 км меньше, чем за 5 секунд. Аккумуляторная батарея Polestar 2 сформирована из 27 модулей, встроенных в пол. За счет этого достигается стабильность шасси и снижается уровень шума и вибраций в салоне. Управление электрофастбеком осуществляется с помощью двух дисплеев 11,1-дюймового центрального дисциплея и 12,3-дюймового водительского дисплея. В оснащении светодиодная оптика, цифровая приборка, панорамная крыша, подогрев руля, всех сидений, камеры 360 градусов, адаптивный круиз и аудиосистема – Харман Карден. Я сижу в автомашине, пока Мик пошел за чашечкой кофе. Автомашина заряжается, и мы готовимся к следующему туру перехода через туннели и поездки на сторону Бергена. Это довольно длительная поездка, где-то, наверное, 8-9 часов. Крыша в машине огромнейшая, просматривается небо, очень светло и тепло в машине. Кстати, сидения тоже обогреваются. Привет, Лидия. Мы купили кофе и пасты. Кофе действительно вкусно, и пасты даже лучше. Это как, вы знаете, они продают в Даниле, и я думаю, что все страны на авианском стране имеют это. Все хорошо, enjoy. Да, я не знаю, почему, но Circle K в странных странах очень лучше, чем Circle K в Америках. Поговори. How do you enjoy that? I love it. Yeah, it's very tasty, huh? It's very similar or even better than latvian pastries. I'm very surprised. I love it. Норвегия поставила перед собой цель отказаться от продаж двигателей внутреннего сгорания к 2025 году. Скандинавская нация находится на первом месте благодаря многолетним высокодоходным государственным стимулам для увеличения продаж электромобилей. История успеха Норвегии в первую очередь связана с существенным пакетом стимулов, разработанных для продвижения на рынок автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Стимулы постепенно вводились различными правительствами и широкими коалициями с партией с начала 1990-х годов, чтобы ускорить переходный период. Почему в Норвегии так много электромобилей? Правительство облагает высокими налогами продажи новых загрязняющих окружающую среду автомобилей, но не облагает налогом электромобили вообще, что делает электромобили, которые более дорогие из-за производственных затрат, конкурентно способным и привлекательным вариантом. Продажи электромобилей растут. Всего за один год их количество увеличилось более чем вдвое. С 3 миллионов, проданных по всему миру в 2020 году, до 6,6 миллионов в 2021 году. Но этот рост далеко не равномерен по всему миру. Горстка стран лидирует. Страны с самым высоким уровнем владения электромобилями на душу населения по состоянию на 2020 год. Это Норвегия, Исландия, Швеция, Нидерланды и Калифорния. Объемы продаж лидируют Китай, потом Германия, Европа и Соединенные Штаты Америки. Это потрясающе. Я никогда не чувствовал себя более комфортным, чем в любом автомобиле. Это как в видеогейм. Я наслаждаюсь, друзья, вы. Нужно выбираться из своих стран в другие места, получать новые впечатления. И это наш первый раз в Норвегии с Миком. Не я, не он никогда здесь не были, несмотря на то, что я в других скандинавских странах была много раз. И, кстати, с норвежцами у меня было несколько проектов в Латвии. Мы сотрудничали, но вот так получилось, что никогда не бывало. А сейчас что с наслаждением, что же будет дальше? Первые впечатления просто отличные. За два дня мы проехали около 1300 километров. В своих видео я не только поделюсь нашим опытом использования электромобиля, но и покажу, что можно посмотреть в Норвегии за два дня. Смотрите мои последующие видео о том, как мы путешествовали по Норвегии два дня на электро-фастбеке. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. После просмотра моего видео подумайте, а не пора ли бы и вам купить электромобиль? Ваша зажигалочка.